Валерий Седов Для появления в поселке Никуличе мультикультурного центра нужно особое, нетиповое решение. И к осени мы его найдем. Программа поддержки местных инициатив, как мы видим, очень нужна людям, и она будет реализована. Об этом на встрече с активистами ТОС Никуличе заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Место для возведения центра в поселке есть. Это бывший дом купца Кублицкого. С подробностями Максим Васильев. ТОС Никуличе один из самых ярких в Рязанской области. Четвертый год подряд его проекты победители программы поддержки местных инициатив. Один из них так называемый колодец Авеля, местного архимандрита, облагороженный при финансовой поддержке властей. Место намоленное, говорили местные жители губернатора, но нам бы еще зимой здесь помочь с пешеходными тротуарами. Мы для этого и приехали, парировал Николай Любимов. У вас самое главное есть кому заниматься? Занимаемся, мы пишем уже и с подрядчиками, и с перевозчиками, мы известный контакт, но простите, чтобы развернуть это, по-моему, город. Ну да, приехали посмотреть, чем еще помочь уже. Никуличи поселок активный и самостоятельный. Вот только местную школу 10 лет назад признали аварийной и закрыли. А ведь это старинный дом уважаемого здесь купца Кублицкого, который мог бы стать местом всеобщего притяжения. Решение будет, заверил активистов губернатор. Напрашивается выход определенный, создать здесь какой-то такой многофункциональный культурно-досуговый центр, может быть, с группами одной-двумя для детского сада. Ну то есть, вот здесь нужно такое особое решение. Оно типовое какое-то не подойдет, и мы, надеюсь, до осени такое решение до этой осени найдем. Каким бы хотели видеть это решение местные жители, активисты ТОСа уже озвучили. Их устроит все, и частичная, и полная реконструкция здания. Инициатива была такая, что либо часть этого здания вернуть в использование, либо же рассмотреть возможность строительства здесь некого культурно-досугового центра, может быть, с детским садом. Впрочем, просто ждать в местном ТОСе точно не намерено. Так здесь не принято. Есть важные задачи прямо сейчас. В программе поддержки местных инициатив от Никуличей снова победил проект ремонта поселковых автодорог. Второй год подряд. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Полицейские задержали распространителя оптовых партий героина. Он сбывал наркотики бесконтактным способом. Подробности далее. Распространителя наркотиков задержали на улице Стройково. При личном досмотре у него были обнаружены 13 свертков с героином массой более 20 граммов. Известно, что мужчина был ранее судим и не работал. Имеется ли что-либо запрещенное? Оружие, наркотики, боеприпасы. Если имеется, что и где предлагается добровольно выдать? Наркотики в правом кармане. В правом кармане наркотики. Какие? Героин. Героин. Уже установлено, что в обязанности закладчика нелегального сетевого магазина входили доставка в Рязань оптовых партий героина и его дальнейший сбыт более мелкими частями бесконтактным способом. Покупателями наркотика были лица, которые занимались его розничной продажей. Как выяснили оперативники, мужчина в ближайшее время намеревался отправиться в Московскую область, где для него в тайнике уже была приготовлена очередная партия наркотического средства. Сотрудники полиции выехали в установленное место в Подмосковье и в ходе обследования территории обнаружили упаковку с героином массой 643 грамма. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Горящая свалка, 11 аварий и 44 пьяных водителя. Такова сводка происшествий за выходные. Более подробнее о каждом из них расскажем прямо сейчас. Этот столб дыма в субботу, 15 мая, было видно из каждого района города. Горела свалка с твердыми бытовыми отходами в районе Южной окружной дороги. Пока звонили в МЧС, пожар тушили своими силами. С огнем боролись бульдозеристы, трактористы, охранники, водители мусоровозов. На пульт дежурного вызов поступил в 10.38. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На месте работало 5 единиц пожарной техники, 10 единиц инженерной техники от администрации предприятия. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях, Главном управлении МЧС России Паризанской области. Открытый огонь потушили в 19 часов 50 минут. Полностью пожар удалось ликвидировать только через 2 часа. В 22.10. Экологоаналитическая лаборатория взяла пробы воздуха в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Рязанцев успокоили. Превышение ПДК загрязняющих веществ не выявлено. В пожаре никто не пострадал, чего не скажешь после свода к ГИБДД. За выходные произошло 11 аварий, где двое погибли, а 17 человек получили травмы. 16 мая приблизительно в 12.10 в Спасском районе на 233-м километре автодороги М-5 Урал 38-летний рязанец, управляя грузовым автомобилем «ДАВС» полуприцепом, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего совершил наезд, надвигавшийся в попутном направлении автомобиля «Лада Гранта» под управлением 51-летнего жителя Саратова. В результате этого происшествия 54-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» от полученных травм скончалась на месте дорожного происшествия. Водитель автомобиля с травмами был госпитализирован в больницу. В тот же день произошла авария в Рыбновском районе. Мужчина не справился с управлением и врезался в «Ладу Гранту», которая следом столкнулась с автобусом. Водитель «Лады» скончался на месте аварии. Остальные участники ДТП получили травмы, их госпитализировали. Сейчас по фактам аварии проводятся проверки, уточняются все обстоятельства происшествия. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанский СОБР Управления Росгвардии вернулся с полевого выхода. В течение недели силовики оттачивали навыки и умения, необходимые им в служебной боевой деятельности, в том числе с применением универсального роботизированного комплекса. Огонь на поражение – это уже финальная фаза операции. Выследить, обнаружить, уничтожить – вроде бы ничего необычного, за исключением одного. На этот раз глазами и ушами стал вот такой робот. Он оснащен камерой видеонаблюдения для фиксации обстановки в режиме 360 градусов и выкладки данных старшему группы. А еще этот малыш по статистике многократно снижает потерю личного состава. Во время полевого выхода, во-первых, мы отработали движение группы с пункта выхода до пункта временной дислокации. Во время пешего марша были отработаны такие элементы, как преодоление водной преграды, постановка временного лагеря на ночь. Потом было отработано уже в пункте временной дислокации, поиск и обнаружение условного противника, который находится в укрепленном месте. Полевые выходы проводятся с целью повышения боевой готовности личного состава, а также слаживания, сплочения коллектива, чтобы всегда чувство локтя было, чтобы всегда могли оказать помощь своему товарищу. Их готовили практически к введению полномасштабных военных действий. В программе полевого выхода практические занятия по инженерно-саперной, высотной и тактико-специальной подготовке. Ну и, конечно же, меткость стрельбы в дневное и ночное время. Максим Васильев, телекомпания «Город». Артист, поющий на обнаженном нерве человеческой души. Именно так отзываются о Геле Гурале поклонники и музыканты. Уже во второй раз артист приехал в Рязань. Его камерный концерт посетила наша съемочная группа. Не отрекаются любя. Песня, которую можно услышать на каждом концерте Геле Гурале. У него своя особая манера исполнения, которая давно покорила зрителей. И все же для каждого города у артиста часто уникальная концертная программа. Собственные песни, мировые хиты. И всегда он поет их по-разному. Это в направлении музыкальное, конечно, очень сложное. Камерные концерты, потому что твой голос и, конечно, пианист. И ты не прикроешься ни фонограммами, ни какими-то другими звуками. Только голос, и если вдруг что-то не так пойдет, сразу же зрители почувствуют. Мы же так близко находимся на камерных концертах. Я был в Рязани в 2019 году. В этом зале пел. Сейчас, конечно, другая программа. Но мне очень понравилось, потому что акустика здесь прекрасная. И удовольствие просто петь. А зрители? А зрители очень теплые. Концерт Гела Гуралия собрал полный зал. Его выступления ждали с нетерпением, чтобы услышать уникальный тенор Альтина, который еще в 2013 году стал открытием телепроекта «Голос». Многие приехали из других городов. Гела первый за всю историю «Голоса», кто провел сольный концерт с полным аншлагом в 6000 зрителей в Кремле. «Гелактика» – так зовут его фан-движение. Услышали мы Гелу на голосе. Естественно, голос ни на кого не похожий. И манера исполнения очень искренняя была и глубокая. И песни отличались от многих. И, в общем, первый концерт, например, я ездила из Москвы в Тулу. А здесь, в Рязани, второй раз. Была где-то года два назад шикарный зал в филармонии камерный с какой-то потрясающей акустикой. И просто как будто создан для «Голоса Гелы». Шикарный артист с уникальным голосом. Любим его, ценим, уважаем, поддерживаем. Так будет всегда. Он необыкновенный. Необыкновенный вот во всем. И первое впечатление, когда в «Голосе», в программе я его увидела, просто сразу я поняла, что это что-то невероятное. И за этим надо смотреть, за этим надо следить. Подача, отношение к материалу, к профессии, отношение к зрителю, отношение к самому, что является сутью творчества. Это всегда полет. Это всегда гармония. Это всегда поиск. Это всегда что-то новое, совершенно непредсказуемое. У Гелы Гуралия оригинальный репертуар. В основном это песни, написанные для него грузинскими и русскими композиторами, среди которых Александр Журбин, Константин Легостаев. Три хита подарил ему всемирно известный Джад Фридман, автор нетленки Уитни Хьюстон «Run to You». А еще он любит исполнять каверы. Гелла Гуралия поет на обнаженном нерве человеческой души. Так говорят его фанаты. И добавляют, для нас он неповторимый. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин